В Институте медико-биологических проблем стартовал эксперимент Луна-2015. Имитируя полет к спутнику Земли, шесть научных сотрудников Института проведут в полной изоляции 8 суток. В наземную экспедицию на Луну отправились только девушки. То, что сейчас делается, те эксперименты, которые проводятся на Земле, являются очень важным и существенным этапом проведения и повышения эффективности экспериментов на борту МКС. Потому что нам это очень важно в реализации тех перспективных проектов, которые мы сейчас закладываем на будущее. И совместно с нашими партнерами по другим космическим агентствам и НАСА, Европейского космического агентства, которые также интересуются и этим, и другими экспериментами. Поэтому сегодня, я считаю, сделан такой важный и, надеюсь, серьезный шаг в нашей работе. Луна-2015 – начало новой серии научных исследований Института медико-биологических проблем. Планируется проведение более 30 экспериментов. И сами девушки являются не только участницами исполнительного проекта, они еще являются и постановщиками своих собственных экспериментов. Традиционную неделю космоса в октябре герой России летчик-космонавт Антон Шкаплеров провел у себя на родине, в Севастополе. Он постарался побывать везде – в Детской академии космоса, школе имени Юрия Гагарина, Городском морском собрании и Высшем военно-морском училище имени Нахимова. У нас есть так называемый индикатор невесомости, который вносится в документацию, идет в основном как участник личных вещей. Но когда мы выходим уже в космос, появляется невесомость, он начинает парить. Вот это первое, что вид космонавта, когда игрушка начинает парить, мы все – фу, все, мы в космосе, мы начинаем рады, захлопать, особенно если кто первый раз оказывается в космосе, конечно, для него это счастье, мечта отбывается. На торжественной встрече директор школы имени первого космонавта Земли Аллы Элегбаева предложила провести эксперимент и возобновить, пока факультативно, урок астрономии в космической школе. Все равно, как он будет называться – лагерь, космический класс. Самое главное – заинтересовать детей, чтобы они не ходили здесь по дворам, по казематам не лазили, а узнавали именно о космосе. Возможно, в городе построят и настоящий планетарий. В Крыму – уникальные условия для наблюдения за звездами. Может, в будущем Севастополь станет не только южной морской столицей, но и местом притяжения инженерной и конструкторской мысли, полигоном высоких технологий – от авиации, судостроения до космонавтики. Мы должны воспитывать романтиков, не прагматиков, а с точки зрения, как закончить школу и где что заработать. Романтиков. В РУДН прошел международный форум «Российские инновационные технологии и мировой рынок». В нем приняли участие вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, а также представители посольств других государств. Мы по-прежнему лидируем в пилотируемой космонавтике. В этой сфере все международные обязательства нашей страны выполняются в срок и в полном объеме. Построена и стабильно функционирует вторая в мире глобальная система позиционирования, система ГЛОНАСС. Надо сказать, что до сих пор мы, наверное, еще не поняли, какие огромные перспективы и возможности дает навигационная система для страны. И сам факт ее наличия у России уже говорит в пользу о том, что она вправе называть себя страной, обладающей статусом мировой державы. Российский университет дружбы народов является одним из ведущих учебных заведений, где готовятся будущие кадры для ракетно-космической отрасли страны. 31 октября мимо Земли пролетит полукилометровый астероид, недавно открытый Гавайской обсерваторией «Панстарс». Небесное тело движется со скоростью 35 километров в секунду и приблизится к нашей планете на расстояние 500 тысяч километров. Он приближается практически к орбите Юпитера. Это нетрадиционно для астероидов, больше походит на комету. Но так как мы сейчас не видим никакой кометной активности, то есть гипотеза о том, что это потухшее ядро кометы, выродившиеся. Это будет суббота. В 8 часов вечера в это время астероид окажется на минимальном расстоянии от Земли. Его блеск состоит в десятую звездную величину и двигаться он будет на фоне ковша «Большой медведицы». То есть идеальные условия, чтобы найти любителя астрономии. Если у вас нет телескопа или бинокль для наблюдения этого события, мы рады вас пригласить в музей космонавтики на ВВЦ. Мы поставим телескоп и все желающие смогут пронаблюдать у него пролет около земного астероида. Специально для этого мы привезем самый большой телескоп в Москве. На космодроме «Восточный» начала работать в тестовом режиме первая передвижная телевизионная станция. Специалисты ЦИНКИ испытали аппаратуру и проверили прохождение видеосигнала высокого качества на спутниковый ретранслятор. Четырехкамерное ПТС будет обеспечивать прямые трансляции запусков космических аппаратов и других важных событий космодрома и города Циолковский. Российские ученые вместе с представителями Европейского космического агентства выбрали место посадки для ровера миссии «Экзомарс». Скорее всего, это будет равнина «Оксия» близ марсианского экватора. Старт «Экзомарса» в 2018 году. В эти дни зонд «Новые горизонты» совершит три из четырех корректировок полета на пути к астероиду 2014 МЮ-69, которого он достигнет через четыре года. Юпитер и Венера с Земли. Этот постановочный снимок сделан в Польше во время соединения планет на ночном небе. Разломы на северном полюсе спутника Сатурна Энцелада. Снимок сделан во время последнего пролета автоматической станции Кассини в середине октября. Предположительно, под поверхностью Энцелада океан теплой воды. После успешного запуска первого спутника Советский Союз принял решение вывести на орбиту второй спутник с «Собакой-Лайкой». И 3 ноября 1957 года «Спутник-2» был также успешно выведен на орбиту. На борту космического аппарата были установлены блоки научной аппаратуры, которые передавали частоту дыхания Лайки, ее артериальное давление и электрокардиограмму. Анализ данных о самочувствии и поведении Лайки во время полета показал, что животное в состоянии переносить воздействие ускорений при выводе спутника на орбиту и длительный период невесомости. Орбита спутника была в 4 раза дальше, чем нынешняя орбита МКС. В ходе полета ученые получили информацию о радиационном фоне в высоких северных широтах, а также обнаружили радиационные пояса Земли. 2 ноября 2000 года открылась новая страница истории мировой космонавтики. На Международную космическую станцию, состоявшую тогда всего из трех модулей, прибыл первый интернациональный экипаж — Сергей Крикалев, Юрий Гидзенко и Уильям Шепард. Первого проходца МКС проработали на станции 4 месяца, обустроив ее для новых экспедиций землян. О том, как создавался орбитальный дом, в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные. Космонавтика 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 Корректор Космонавтик